Поэтому если у вас есть какое-то умение или творческое начало, то почему бы не перевести его в доход или в профессию? Потому что люди, которые занимаются творчеством, у них есть огромное преимущество. Их рынок не ограничен географическими рамками. То есть вы можете продавать свой товар или свое умение во всем мире. А в других странах сейчас экономическое положение чуть-чуть лучше, и, соответственно, их покупательская способность выше. Вторая причина, по которой я решила говорить именно на эту тему, потому что, ну, кроме того, что я, наверное, разбираюсь в иллюстрации детских книг, на продвижении себя и своего бизнеса, и на зарабатывании денег своим талантом, я, наверное, съела не одну собаку. Поэтому если уж я в чем-то могу дать совет, то, наверное, в этом. Ну, что ж, приступим. Для начала маленькое вступление. Опять же, сегодня экономическая ситуация весьма турбулентна, мы не знаем, что будет завтра. То есть строить какие-то далеко идущие планы и вкладывать какие-то огромные инвестиции в стартапы и бешеные проекты, сейчас это, наверное, неразумно, потому что то, что работало раньше, то, что работало еще два года назад, до революции, уже не работает. Вообще непонятно, что работает. Мы не знаем, то ли нас примут вес, то ли не примут, и вообще, как дальше будет развиваться ситуация. Поэтому, если у вас есть работа, то, как бы вы не хотели стать свободным художником, я бы не рискнула сейчас бросаться в омут с головой. То есть держитесь за то, что у вас есть, и потихоньку, очень-очень медленно развивайте свое дело. Развивайте, прежде всего, сегодня разговор не о больших деньгах, это уж точно. Сегодня разговор больше об эмоциональном интеллекте и о том, как конвертировать ваш интеллект и ваши умения во что-то более материальное. Что такое эмоциональный интеллект? Когда вы умеете считывать информацию с других людей, когда вы умеете использовать человеческий ресурс по максимуму, это искусство коммуникации. Когда вы умеете находить друзей и умеете с ними договариваться и работать вместе над какими-то темами, не вкладывая больших денег. Станьте маленьким хаосом. Это, кстати, у Хакамады была шикарная статья на эту тему. Вокруг нас хаос, поэтому, чтобы вписаться в этот хаос, мы должны быть маленьким хаосом. То есть, конечно, у нас у всех есть определенный план, у меня он точно есть и всегда был. Но в данное время мы должны быть очень гибкие и подстраиваться под текущую ситуацию. То есть, заниматься саморазвитием и творчеством. Мы сегодня немножко читаем, завтра мы немножко лепим или рисуем. И сканировать, как я говорила на первой лекции, сканировать все вокруг. И чувствовать мир вокруг себя, и подстраиваться под него. Потому что иначе сейчас вот эти вот все бизнес-модели, о которых тут, наверное, не один раз велась лекция, они уже не так четко работают, как раньше. Ну и превратитесь в улитку – это образное выражение. Это значит, двигайтесь медленно. И вот как улитка своими рожками все время сканирует окружающий мир, решая, куда ей двигаться дальше, так и вы сканируете то, что происходит вокруг и адаптируетесь к ситуации. Ну и в жизни гибкие люди выглядят гораздо скромнее харизматов. Сейчас уже, опять же, прошло время больших пацанов, которые решали большие дела. Сейчас время вот таких вот маленьких девочек, которые сидят в этом зале, которые потихоньку гребут в нужном направлении. Сейчас как раз у нас есть шанс чего-то добиться и показать себя, потому что мир сейчас для нас открыт, как никогда. Итак, начнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова